Будет заседание постельной комиссии, испытания архитектуры и соблюдения, агрегирования землетридностей. На повестке дня у нас с вами два вопроса. Первый – розгляд проектного решения, что выносится на подочерговую сессию Бердянской местной рады 7-го скликания 13.07.2017 года. И второй вопрос разный. Кто за такой рекламен? Спасибо большое. Пропозиция, в которой наш член комиссии Калачев Игорь Анатольевич предложил рассмотреть вопрос на внеочередной сессии, которая будет проходить 13.07.2021. Такой вопрос. Пронадание дозволю в отделе освиты, в отделе освиты, в отделе освиты, в виконавчего комитета Бердянской местной рады на разработку техничной документации и землеустрою щедо установлено меж земельных делянок в натуре, на месцевости. В общем, этот вопрос касается, я его сюда зачитаю, чтобы было понятно. Розглянувши материалы и надание дозволю в отделе освиты инканавчего комитета Бердянской местной рады на разработке техничной документации и взаимоустрою щедо установления меж земельных делянок в натуре. Короче, статьями 2, 12, 60, 92, 122, 123 земельного кодекса Украины, до статей 87, 88, 90 водного кодекса Украины, статей 25, 34, 1, статей 26, части 13, статей 46, статей 49, 59 закон Украины про месцевое соорудование и статей 19 закон Украины про статус депутателю местных ряд и статей 3 статуту инканавчего комитета Бердянской местной рады. Вы решили, это уже с содержанием, на датый дозвол в отделе освиты в канавчик комитета Бердянской местной рады в улице Университетская, до перенувания улицы Ульяновых, 33, декабликационный номер такой, это на разработку техничной документации и земную строю щедо установления меж земельных делянок в натуре на лесовости. Это первый вопрос, и теперь идут под вопросы. 1, 1. Земельные делянки площадью 1, 46, 31 гектар, який перебуває в користуванні розташованной с адресой улицы Петровский шлях до перенувания улицы Калинина, 62, дробь 1, для различных обслуговувания школы номер 4. Подстава лист от 04, 07, 2018 года и номер 66. 1, 2 вопрос земельных делянок площадью 1, 81, 81 гектар, для який перебуває в користуванні розташованной с адресой улицы Херсонська, 1, дробь 90, для размещения та обслуговування загальноосвитной школы номер 7. Подстава так же само 04, 07, письмо под номером 600. Вот эти вопросы именно мы будем рассматривать на очередной сессии 13-го числа, поскольку у них не до конца формена документация, а ее требуют сегодня для того, чтобы они могли получить в областном совете, в областном отделе образование, включить их в список школ, которые будут претендовать на материальную помощь от иностранных инвесторов и так далее. А этот, получается, пакет документов незаконченный без этой документации. Ну а время идет, потому что когда мы в августе проведем очередную сессию, то уже это будет далеко ушедшее время, на которое уже можно не попасть в этот список. Ну у нас с вами есть одна член комиссии, я по-моему обращаюсь. Одна есть проблема, которую нам сделали за уважением юридическое управление нашего госполкома, с таким текстом. Звертаю увагу на то, что, соответственно, до пункта 2 ст. 9 регламенту Бердянской міської ради 7-го скликаня, на позначерговую сессию разглядываются питания бюджета, питания, связанные с техничною, так сказать, надзвичайной ситуацией, ну и захисту населення и места от разных таких катаклизмов. При цьому на данный час назначенный период щодо вынесения в обвозничном проекте решения не разглядая этих статей. Просьба юристов писать в следующий раз это читабельно, а не так, как вам нравится писать кисьма близким. Ну, как бы там ни было, у нас уже есть это за уважением. На основании его я хотел бы еще на комиссии предложить, поскольку это в какой-то степени есть нарушение регламента, наш вопрос рассмотреть, рекомендовать рассмотреть на сессии и решить его судьбу путем голосования на начередную сессию, которая придет к 13-го числа. Кто за это предложение? Что по вопросу еще можно запретить? Спасибо. Мы в разрез нашего регламента вынесем на сессию, что те последствия могут? Программ на сессию. Помешал, порушение регламента вынесется на Украину. Как таких, скажем так, наслитков, которые мы сейчас 건� Search. Продолжение регламента вынесло, как правило, как мы сейчас с собрали на эту руку, а может быть в одной представе, визначенном сессии, как у вас в Украине. Прямых наслитков на сегодня сказать не могу. Какие могут быть. Однако порушение регламент можем составить, для скасывания решения Минской Рады в подальшем садовом порядке, в разе, в чем познавица, заставлена особа, яка, культура, расскажет за решение. А ваши рекомендации? В нашей рекомендации, это вопрос, это вопрос, чтобы рассматривать нашу область, если я подписал на вы зауваженную. Ну, не является наш вопрос, кстати, но вы понимаете, что получить инвестиции для нашей школы, это, видно, не ниже, чем бороться с МЧС, да, с заваленным делом. Да, это пока мы только документы не все оформили. То есть, это просто то, что наши школы сделали, а программали законодатель? А, так, можно же и без этого. Виталий Владимирович Сталович, я чему уголохала? Моё предложение, видимо, отучившись владеющего законодавства. Мы уже столько потеряли, что... А уже есть распоряжение? А если обычно же распоряжение выдаётся? Значит, наш вопрос уже в порядок ДЭНы внесён. Ну, всё, о чём мы спорим. Внесён, и причём под вопросом номер один, порядка ДЭНово. А вообще вопросов будет много. Пока около... Надо быть очередной. Да, около 10-11 вопросов. Значит, на что рекомендация вносит? Никита, что вы голосуете. Кто нам протокол пишет? У нас только одна рекомендация. Вы решите шляхом голосования. Его уже до нас вынесли. И мы за это уже пишем. Вот Ирина. Фомина. А, я её не имею. Оксана Олеговна. Я единственное хотел бы... Это уже, видно, последних мы вот так догоняем, доделываем документацию. Школу. Доделываем, дооформляем её, так сказать. Я же не знаю. Законодательство, чтобы действительно, потом, когда придётся вот так манипулировать вопросами выделения средств на развитие освиты через областной совет или через инвесторов иностранных, могли это сказать. Всё, уважаемые. Вы за это портокольные наручки. Протокольные наручки. Да, да. Хотите попросить сюда начальника отдела освиты, заслушать его положение по нашим школам. Как выделено, где выделено, где не выделено. Если вы могли, земля. Так вот, что напишем, Вадим Петрович, да, протокольное поручение, протокольно ответит Оксане Олеговне, а вы дальше... Мы дальше, пожалуйста, выделили команду. Комиссия закрывает нашу работу. Работа закончена. Да. До встречи, да.